всем привет с вами юля и мой факультет рукоделия сегодня мы с вами посмотрим новинки этого сезона от фабрики alize наконец-то они появились в магазине и я смогла заказать сразу то количество которое мне необходимо для задуманных проектов ну что давайте открывать посылку посмотрите коробки с каждым разом все больше и больше что с этим делать я не знаю куда все складывать думаю по надписи на скотче вы уже поняли в каком магазине появились новинки ну Субтитры подогнал «Симон» 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 И если говорить о маленьком пледе, то тут все понятно. Мы начинаем вязать с одной из сторон, либо с краю взяли ниточку, либо из серединки достали. И вяжем у нас получается красивый градиент, который задуман технологами Ализе. Но как быть, если вы планируете связать большой плед? Я взяла 4 мотка для того, чтобы связать покрывало на большой кровать. И смотрите, если мы будем вязать по очереди каждый из мотков, то у нас получится прерывание градиента. То есть мы начали, например, с темного цвета, перешли к светлому, моток закончился, начинаем новый моток и у нас опять с темного начинается. Сами понимаете, это будет выглядеть не очень красиво, поэтому, чтобы сохранить градиент, тут нужна маленькая хитрость. Как это сделать, я вам покажу в мастер-классе, который выйдет уже, надеюсь, скоро. И там мы подробно уже поговорим о том, как сохранить градиент. Вот такие цвета Puffy Fine Ambre Batik предлагает на сегодняшний день производитель. Их не так много, всего 12 цветов, но обычно после того, как выходят новинки, со временем цветовая палитра пополняется еще и, возможно, будут какие-то разработаны еще другие оттенки. И вот такие изделия предлагает нам связать производитель. Для примера, они сфотографированы и выпущены вот такие брошюрки. Вы можете посмотреть на них, зарядиться энергией и связать либо что-то из того, что предложено, либо нафантазировать что-то свое. Ну и следующий впечатляющий моток по своим объемам это Alize Softy Plus Ambre Batik. Точно также идет переход света от темного к светлому. И для сравнения я вам покажу моток Alize Softy Plus вот в этом мотке 120 метров и в этом мотке 600 метров. Сами видите, насколько они отличаются по своим размерам. И вот такого мотка однозначно хватит на, например, на детский плед. А это палитра Softy Plus Ambre Batik. То есть вы видите здесь, какие цвета представлены. А для примера мы видим два детских пледа. Они не очень большого размера, но зато вы здесь видите, как смотрится этот градиент. Давайте сейчас снимем упаковку и достанем нить из бобины. И сравним ее с новинкой прошлого сезона Softy Plus. Смотрите, ниточки абсолютно одинаковые по своей толщине. Ворс на этих двух нитях одинаково плотно нанизан. И по высоте он также одинаковый. У меня есть образец связанный из Softy Plus. По толщине это полотно достаточно толстенькое. И когда ты держишь его в руках, вот, например, у меня возникают такие ассоциации. Знаете зефир маршмеллоу? Вот его когда надавливаешь, он возвращается обратно. И здесь происходит то же самое. То есть тактильно эта пряжа очень приятная. А значит и из большой бобины плед получится такой же толстенький, приятный на ощупь и уютный. Я думаю вязать из этой пряжи какие-то рельефные узоры совершенно не стоит. Потому что эта пряжа выигрывает своей пушистостью. И здесь не надо ничего придумывать. Платочная или чулочная вязка это тот вариант, который подойдет для этой пряжи. И согласитесь, для новичков, которые недавно освоили вязание, это будет самый удачный вариант. То есть вы берете этот моток, вяжете лицевыми петлями и у вас получается отличный детский плед. Это у нас Суперлана Амбре Ботик. Точно так же вы видите супер красивый переход оттенков от темного к светлому. И упаковка настолько большая, здесь 510 метров. Из этой упаковки можно тоже связать какое-то большое изделие. Это может быть шапка из нут, может быть пончо, картикан, не знаю, жилетка, что вы хотите. Цвет просто восхитительный. Посмотрите, какой плавный переход. Мне очень нравится этот серо-середневый оттенок. Сейчас скажу вам какой это номер. Так, это у нас 7270. На сегодняшний день к заказу доступны вот такие цвета. По составу эта пряжа состоит на 75% из окрила и на 25% из шерсти. Рекомендованный размер спиц от пятерки до семерки. Что можно связать, мы наглядно видим на примерах. И кстати, серая шапка и снуд связаны здесь спицами, а коричневая шляпа со снудом выполнена крючком. И вот эта пончо также связана крючком. Здесь отчетливо видно, как плавный градиент переходит в кисти. Нить сама по себе ровная и хорошо скрученная, но в то же время скрутка не тугая. Если ее разотенить, то мы увидим, что она состоит из трех нитей, которые в свою очередь скручены из двух более тонких ниточек. За счет этого нить воздушная и толстенькая. Ну и благодаря качественной скрутке эта нить не должна цепляться за спицей и расслаиваться. Сейчас возьму спицы шестого номера и попробую связать образец. На этикетке заявлено, что образец 10х10 занимает 15 петель и 23 ряда. Вот сейчас посмотрим. Вот такой получился образец. И вы знаете, мне нравится, как ложатся петельки. Эта пряжа достаточно толстенькая, спицы большие. Вязать очень легко и быстро получается. Я не буду довязывать образец так, чтобы измерить его в высоту, а в ширину я его только что измерила. Как раз получается 15 петель в 10 сантиметрах. Хорошо такое полотно будет смотреться в кардиганах. Это может быть теплое зимнее платье или сарафан. Я даже думаю, что неплохо будет смотреться костюм. Юбка с жакетом. Если хорошо продумать, как расположить вот этот градиент. И еще одна новинка с приставкой Амбре Ботик, это Ангора Голд. Эта упаковочка не так впечатляет своими размерами, потому что ниточка здесь тоненькая. А на самом деле здесь 825 метров. И этой бобинки хватит однозначно на большой платок, либо шарку и снуд. Может быть на красивую большую шарль, шарф, широкий такой, знаете, красивый. Это могут быть детские теплые вещи, ну или все, на что вам хватит фантазии. Согласитесь, что все новинки просто интересны сами по себе. Из них хочется что-то скорее начать вязать. И, конечно же, незамедлительно я примусь за создание новых мастер-классов на тему вот этой пряжи. Мы уже с вами поговорили о том, что эта бобинка отличается своими размерами из-за того, что у нее ниточка достаточно тонкая. В этой упаковке 150 грамм и 825 метров. И я заказала оттенок 7303. Также вот здесь в журнале вы можете увидеть, какие оттенки есть в этой линейке. И, как вы видите, сложно будет подобрать необходимый оттенок, если вы задумали что-то конкретное. Цветопередача в журнале немного отличается от того оттенка, который мы видим в живую. В состав этой пряжи входит 80% акрила и 20% шерсти. И вязать нам производители рекомендуют на спицах от тройки до шестерки. То есть, если вам что-то нужно плотненькое, тогда берем спицы третьего размера. А если мы хотим получить такое воздушное полотно, тогда берем спицы побольше. Еще одна супер красивая новиночка – это Ализе Пуфуфур. Вы посмотрите, какая она интересная. Здесь вот такие большие петли. Петли по размерам примерно как Ализе Пуфи. Просто Пуфи, нефайн которая. И, похоже, она на перышки. Я выписала себе 4 оттенка этой пряжи на пробу и пока еще не решила, что свяжу из них. Пряжа очень интересная и на ощупь, и внешне. В этом матке 100 грамм и 6 метров. Эта пряжа также идет с готовыми петлями и вяжется руками. Вот так выглядит ниточка. На ней довольно крупные петли. И эти петли похожи на перышки. Если честно, то я ожидала, что эта пряжа будет гладкая, скользкая и холодная. Но мои ожидания не оправдались. И на ощупь эта пряжа довольно таки теплая. Ну, пушистая это естественно. Вы сами это видите. Петли достаточно большие, намного крупнее, чем у пряжи Пуфи Файн. И, по-моему, даже крупнее, чем у пряжи Пуфи. Вяжется она точно так же, как пряжа Пуфи или Пуфи Файн. Петельки достаточно просто продеваются одна в другую. И в результате, смотрите, получается такое вот полотно мохнатое. Несмотря на то, что здесь в принципе большие дырки, за счет того, что петли эти огромные, их абсолютно не видно. Полотно получается ровным и густым за счет вот этой мохнатости. И в журнале мы видим оттенки, которые на данный момент представлены производителем. И смотрите, я заказала цвет 6106, 6117, 6104 и 6100. И если говорить опять о цветопередаче, то совершенно не совпадают оттенки. Поэтому, когда Вы будете заказывать пряжу на сайте, имейте в виду, что может быть отличие оттенков на фотографии с реальными оттенками. И еще одна интересная новинка, это Alize Natural Boucle. Судя по названию, сразу вспоминается пряжа Alize Natural, но, как Вы видите, внешне они не имеют ничего общего. Значит, что-то есть в составе. И если здесь состав у нас 60% шерсти и 40% хлопка, больше ничего нету, то есть действительно ниточки натуральные, то состав этой пряжи такой. 49% шерсть, 24% хлопок, 24% акрил и еще 3% полиэстер. И, видимо, за счет того, что здесь также в составе есть шерсть и хлопок, производители оставили такое же название. Мне на первый взгляд эта пряжа показалась жесткой. Она действительно такая, ну, не шелковистая, то есть здесь присутствует шерсть и она дает о себе знать. Но, когда я связала образец, мое мнение об этой пряже немного поменялось. Смотрите, она точно так же, как и пряжа Alize Natural, не доставляет каких-то неприятных ощущений. То есть, она с одной стороны жесткая, но с другой стороны совершенно не колется. Смотрите, здесь заявлены спицы от 3,5 до 4,5. И вот этот образец я начала вязать спицами номер 4 лицевой гладью. Вот это место у меня провязано. Хочу предостеречь новичков. Вязать из этой пряжи, ну, немножко противненько. Вот эти вот буклюшечки постоянно стремятся либо нанизаться на спицу, либо зацепиться за нее. Ну, в общем, тут необходима какая-то сноровка уже. Дальше я перешла на платочную вязку. То есть, я поняла, что все равно лицевой глади здесь не видно и, скорее всего, легче будет вязать просто лицевыми петлями. Ну, немножечко, немножечко полотно отличается, если Вы видите, да? Вот видите, высота буклюшечек. Дальше я решила попробовать спицы номер 6 и вот, что у меня получилось. То есть, те же самые буклюшечки, они рыхленькие, они вот так вот немножко даже просвечивают, если вот видно, да? Куки. И я думаю, такое решение неплохо смотрелось бы в каком-то большом свитере оверсайз, таком объемном, красивом. Ну вот, я вижу так. Если Вы хотите вязку поплотнее, значит берите спицы номер 4. В этом мотке у нас 100 грамм и 200 метров. И чтобы подвести итог, скажу, что пряжа мне в принципе понравилась, она достойна Вашего внимания. Но новички будьте аккуратнее. Вот такие оттенки представлены в этой серии. Здесь преобладают темные и насыщенные цвета. Я для себя выбрала оттенок номер 6022. И посмотрите, здесь цветопередача не подвела и оттенок почти совпадает. И еще 62 молочный. Здесь все просто идеально. Следующая пряжа достаточно заурядна. Это привычные нам мотки с обыкновенной ниткой для вязания спицы. И называется она Ализе Ангора Реал 40 Плюс. То есть, судя по названию, уже понятно, что в этот состав входит 40% шерсти Ангоры и остальная часть 60% это акрил. в этом мотке 100 грамм и 225 метров. Ниточка достаточно толстенькая, скручена неплохо и присутствует вот такой вот ворс. То есть, вот она шерсть, ее видно и скорее всего в изделии также будет виден этот пушок. Когда я выбирала эту пряжу, я не смогла пройти мимо вот этих двух меланжевых оттенков. Это такой вот оттенок джинс меланжевый и вот этот серый. Посмотрите, я связала образец. Образец я вязала спицами номер пять. Хотя у нас с Вами здесь заявлено, что спицей необходимо взять четверку или пятерку. Да, я взяла побольше. Вот так выглядит образец. Петельки ровные, красивые. И посмотрите, как красиво здесь играют вот эти вот меланжевые переливы оттенков. Пряжа мне очень понравилась. Для вязания чего-то зимнего и тепленького это идеальный вариант. И вот такая палитра представлена в серии Angora Real 40+. Я для себя выбрала вот этот вот меланжевый серый 614 и джинс, меланжевый светлый джинс. И завершает мой обзор вот эта палитра ярких красок от Alize Extra Life. Ниточки эти очень приятные на ощупь. Они не колятся, потому что по составу это 100% акрил. В мотке 100 грамм и 480 метров. И когда я увидела вот эти ниточки, я была просто поражена. Посмотрите, ниточка микроскопическая. Вы знаете, они наверное не толще, чем ирис. И я посмотрела на них думаю, ну как же это вязать-то. Видимо придется вязать в две нитки, а может даже в три. И когда я решила связать образец, посмотрите, что я обнаружила. Намотка здесь идет сразу в две ниточки. Они никак не пересекаются между собой, они не скручены между собой, а просто вот так вот параллельно друг к другу намотаны в мотке. И посмотрите, какой у меня получился образец. Все петельки ровные, красивые, полотно мягкое, приятное. Вязала я вот в те две ниточки, которые идут из мотка. Вязала я его на спицах 4 миллиметра. То есть это не самые тонкие спицы, как вы понимаете. Но если вязать в две нити, то есть тут получится уже в 4 ниточки, то можно взять спицы побольше размером. И получится также неплохой вариант. Эти ниточки я бы порекомендовала для детского вязания или для вязания игрушек. Потому что в этой серии представлены самые яркие, самые разнообразные и красивые оттенки. По цене эти ниточки экономичные и очень выгодные. И прямо сейчас Вы можете пройти по ссылочке, которую я оставлю Вам под видео и посмотреть все цены на новинки, которые я Вам сегодня показала. Это все, что я хотела сегодня Вам рассказать. Заказывайте пряжу в проверенных магазинах, вяжите с удовольствием и не забывайте проявить активность, поставить лайк, поделиться видео, сохранить себе в плейлист и обязательно пишите свои отзывы в комментариях. Это нужно, чтобы YouTube напоминал Вам о новых видео. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok